Земельные спрыжки, супрацпожарное потребование и скасование контракту. Сегодня старшиня Гомельского облаканка Магина Целовей провел особистый прием граждан. До губернатора завернулося 6 человек. Какие вопросы хвалюют Жихаров в области, расскажут наши корреспонденты. Одной из тех, кто завернулся с просьбой до губернатора, была Жихарковевский бацунь Будокошелевского района. Женщина, когда 5 лет занимается разведением коров. Жидая поширить поголовье, а так само набить овечек. Мает свою технику, трактор и плуги. При этом земле для паши и вырошивания коров у ее нема. Райвиканкам пропонувал только особные, невеликие участки в разных кутках. Губернатор дав доручение выделить ей 25 гектаров на 2 годы, на протягу яких за господаркой будут уважливо надзирать. Коли земли будут эффективно выкористовываться, диалог можно будет протягнуть. Разбалком предложил кусочки на огородах по 19 соток, где заброшенные по 15, даже есть и 5 соток. Вот как туда загнать коров, пастью, кусочек, это нереально. Радышком фермер, он мне помогает на сегодняшний день, но сказал, с весны надо своя земля, чтобы занималась сама. Прошла обратиться к губернатору. Обещали в течение двух недель разобраться и выделить 25 гектаров для ведения фермерского хозяйства. Наличие коровы, молодняк. Знову обмерковывали питание по замене электросеток у вёсты Забияка, Гомельского района. Мужчина, який звернулся, хочет перевезти дом на электротеплозабеспечение. Однако наявных могутностей не хватает. Вядома, сетки треба переузброювать и усмотнять. В худшем часе туда не кируют специалисты. Однако такая модернизация потребует значительных сроков. Губернатор пообещал погутарить с министром энергетики на континвестиции. Тем более, что в Беларуси взяты курс на повеличение споживания уластной электроэнергии. Дано поручение разобраться по каждому населенному пункту, по каждому городскому поселку, какие будут перспективные направления потребителя. И тогда работать. Потому что наши уже и горожане, и люди, которые живут на селе, уже переориентируют себя на потребителя электрической энергии. Это мы должны учитывать. И первую очередь ставить нашим предприятиям Гомелинерго, чтобы эту работу, мы же, наши работы на перспективу, а не иметь, как мы сегодня увидели, проблемы. Еще один мужчина пожадал разобраться у причинных пожара, который недавно отбился у одном из ресторанов областного центра. Его квартира находится над печью, температура которой достигает 800 градусов. В доме дровляные перекрытия и перегородки. Поэтому мужчина лечит, что это небезопасно. Губернатор даручил областному управлению МНС за два дня проверить усе кропки громадского харчевания, размещенные у жилых домах, на выполнение технических и суперспожарных потребований. По всех других вопросах были дадены даручения и звороты взяты на контроль. И еще четыре вопроса были решены подчас подрихтовки особистого приема губернатора. Ганна Корольчук, Вероника Гамзюкова, Игорь Марышенко, Телерадиокомпания «Гомель».